Волонтёры и сотрудники полиции Труб собаки отвезли на экспертизу. На теле обнаружены круглые отверстия диаметром 3 сантиметра. И симметрично на наружной стороне есть рана диаметром 4 сантиметра. Повреждена была легочная полость сердца и раздробленные кости. Рёбер правая и левая. Вот она сразу. И массивное кровотечение. Было кровоизлияние внутриполосное. Хатик омучился недолго, по мнению ветеринара. Характер повреждений говорит о скорой гибели животного. Проникающие ранения, то, что поле не нашли, или это было охотничьи жиганли, или это было нарезное какое-то оружие, мы не можем определить. Но по патологическим картинам полностью экспертизу выдали соответствующим органам. Проникающие ранения, похоже на пулевое, сквозное. Хатик оказался трёхлетним, здоровым и крепким псом. Никто из волонтёров ни разу не слышал его лай. Он не выказывал агрессии к человеку, но был очень осторожен в общении с ним. Всегда уходил на безопасное расстояние, но в этот раз его оказалось мало. Несчастного пса настигла пуля. Кому мог помешать, Хатик остаётся загадкой для сотен людей. Ну, подоньки, что с ними делать? Их судить надо было, конечно, но судить их надо. Но если рука поднимается на животное, на человека точно поднимется. У нас отечество в опасности, вот там надо своё геройство показывать. А здесь-то, что он, бедолага, бездомную собаку пристрелит? Это не геройство, это натуральный вот этот. Самый трусливый человек. Мужчина одним из первых вместе с дочкой стал подкармливать вса. Тогда ещё была жива и своя собака. Ретис, вот отравили, тоже весной только отравили. Отравили у вас в Михайловке? Да, там полностью много собак отравили. Кто, вы знаете? Нет, не знаем даже. То есть раскидывают отраву на улице? Да, 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 много собак отравили. Вот и наш попал. Получается так, что убить животное для этих мест не редкость. Нам сказали, что здесь активно травят собак, причём не только бездомных, но и домашних. При мне такого не было. Конечно, первый раз лучше. На своём посту заместитель руководителя исполкома всего несколько недель, а вот подростки сказали другое. Было, да? Было. Ты видишь, было? Когда? Как давно? Зимой было это. Что за собака, которые отравили? Типа бывали собаки, которые из отравления там лежали. Один раз было такое, да, это было в прошлом году. Наверное, где-то тоже осенью. Вот несколько собак лежало прям по деревне. Не знаете? Ну, нет, нет, не наши местные, наверное. По словам женщины, вряд ли кто-то из сельчан мог сделать такое зло. Ну, вообще отрицательно. Она никому не мешала, в общем-то, не подходила даже к людям. Ну, просто многие останавливались и кормили её. Ну, у меня тоже муж такой сентиментальный, он даже пудку туда отвёз. Жалели все как-то её. Никому она, в общем-то, не мешала. Её муж жалел собаку и хотел взять в свой дом, но приручить не смог осторожное животное. Татьяна говорит, что все привыкли к хатикам, стал каким-то добрым символом их села. Все недовольные. Даже не только наши местные, она как родная уже нам стала. В общем-то, все домой едут и останавливались всегда. При вскрытии пуля в теле собаки не была найдена, но волонтёры взялись сами отыскать её. Это было новое существо, которое убило хатикам, застрелило. Ну, вот он жил, никому не мешал, абсолютно никому не мешал. В Японии хатико прожил несколько лет, в Японии. А у нас, в Альметьевске, в Альметьевском районе, он не прожил их полугода. В соцсетях новость вызвала шок у всех. Кто-то стал обвинять в СМИ в случившемся, но мы вместе с другими изданиями рассказали историю одинокого пса в начале августа в надежде помочь найти ему дом. Нажал на курок человек, которому было наплевать на чувства животного и людей. Своим выстрелом он растоптал надежду всех неравнодушных, что собачья преданность может быть вознаграждена. Среди бела дня ходит человек с ружьем, с оптическим, наверное, да, так думаю. Это запросто он может и людей стрелять, ему не угодно. Вот не понравился ему собак, он взял и застрелил. Не понравился человек, взял и застрелил. Хатико застрелили ранним утром 23 августа. В этом месте проходит оживленная трасса. Возможно, вы видели в это время подозрительного человека рядом. Или на ваш видеорегистратор попал этот временной отрезок с 4 до 8 часов утра. Сообщите об этом по номеру на экране или в дежурную часть отдела МВД. В заявлении в отделе МВД написано надеждой волонтеров на ответственную работу правоохранительных органов. Самая главная проблема пока отсутствия судебной практики, единого подхода ко всему этому. Потому что у нас в одном субъекте это признается преступлением, а в другом нет. Даже здесь, внутри республики, есть определенные статьи, которые в одном городе работают, а в другом просто не работают. Ильмитиск хотел бы стать городом, где правосудие работает и в отношении животных. А пока волонтеры повторяют. Прости, Хатико, что не уберегли и не успели найти твоего человека. Катерина Машинцева, Ильнур Залятов, Новость Юго-Востока.